Всем привет! Это Алена и сегодня я расскажу о своих помадах, блесках и бальзамах, которыми я пользуюсь. Будет небольшое видео. Сразу скажу, начну с того, что я не безумный фанат. Я люблю декоративную косметику, но я подхожу к покупке любой декоративной косметики. Не только того, что наносится на губы, очень рационально. Я не покупаю все подряд в магазине, все, что я вижу в пределах моей досягаемости. Я думаю, нужно мне это или нет, нравится мне это или нет. Если это мне действительно нравится или если это мне нужно, то я покупаю. Поэтому у меня не будет 30-минутного видео о том, что я мажу на свои губы. Мне очень все лаконично, но это тот минимальный запас, которым я обхожусь, который мне действительно необходим. Начну я с ухода за губами. На данный момент я пользуюсь двумя, можно сказать, тремя, но в основном двумя вещами. Это, как ни странно, бодишоп. Если вы смотрели мои предыдущие видео, вы, наверное, уже в курсе, что я не фанат бодишопа. Я разочаровалась в этой марке неоднократно. Но для губ, в принципе, они делают неплохие вещи. Первое, что я там покупала на пробу, так сказать, это был вот такой вот баттер для губ. У меня со вкусом, с ароматом манго. Неплохой. Мне единственное, не очень нравится через черно-авязчивый запах, не натуральный запах манго. Он вот так вот выглядит в баночке. Такое густое масло, густой крем, как бы, как хотите называйте. Минус этой штуки в том, что очень неудобно доставать, набирать. То есть вы туда лазите пальцами, какие-то мельчайшие ворсинки, пылинки, там все это остается. Не очень приятно получается. Ну, упаковка такая, ничего не поделать. Увлажняет неплохо, питает нормально. Но есть гораздо более качественные вещи, которые справляются с этими задачами намного лучше. То есть там питание, увлажнение, в частности вот в зиму, когда нужно, чтобы ничего не обветрилось, не трескалось. Это не вещь первой необходимости. Это просто приятный бальзамчик, который приятно намазать на губы. Он хорошо, так нейтрально блестит. Долго достаточно, то есть он не моментально его съедает в ваши губы. Но такое баловство я бы назвала. Дальше тоже бодишоп. Вот это уже лучшая вещь. Это мне очень понравилось. Неожиданно, то есть не батер, а Coco Butter Lip Care Stick. Обычная, по сути, гигиеническая помада с какао. С ароматом какао у меня она. Вот это увлажняет лучше намного, чем бальзам. Плюс ко всему, это обычная гигиеническая помада в стике. Она удобна в использовании. Потрясающий запах. Остальные не пробовала пока что. Ну, может быть, нюхала, просто не запоминала, как там и что. Но какао просто супер вещь. Очень мне нравится. Он такой какой-то кофейный какао. В общем, я в восторге от запаха. И очень довольна качеством действия, которое производит эта штука. Даже в холод хорошо справляется, увлажняет хорошо. И еще вот я сказала, что, ну, может, какая-то три. Есть у меня такая штука. Мне она пришла вместе с посылкой из Америки. Я не могу здесь особо ничего советовать, потому что я понятия не имею, где это взять. Просто интересная какая-то. По-моему, это от кондитерской, если я не ошибаюсь. Сделан с Candy Bar Candy Lip Saver. Вот такая вот штучка. Мне прислала ее в подарок девушка. С посылкой вместе. Вот он достаточно хорошо увлажняет. Вот такой вот он кругленький. Нормальная вещь. В общем, я не буду рассказывать. Просто вот я пользуюсь. Хороший тоже бальзам. В нем почему-то, на удивление, его проще брать. Может быть, потому что он шире. И нет высоких стенок, в отличие от вот этого. Но вот этим пользоваться проще, приятнее. Увлажняет нормально. Запаха, по сути, никакого нет. Но не в этом суть. И дальше помады и блески. Помады и блеск, я бы даже сказала. На данный момент у меня остался один. Начну с помад. Хотя ими я пользуюсь не часто. Наоборот, чаще пользуюсь блеском поверх бальзама. Например, ну вот начну с помад. Хочу так. Давайте сначала будет помада Ивсен Лоран. Рушь Пур. В таком вот золотистом флаконе, который моментально у вас исцарапается в любой сумке и так далее. Открывается просто вверх. Такого очень красивого цвета помада. Не знаю, видно или нет. Нежно-нежно розовая с очень мелким шиммером. У меня не написано название, хотя я уверена, что у нее оно есть. Но номер это 61. Не вижу, есть фокус или нет. В общем, можете поверить мне на слово. Номер 61. Я просто знаю, что так принято показывать, когда рассказываешь о косметике. Там вот так вот номера и все остальное. Не суть важна. Помада хорошая. Она дает очень нежный перламутр. Я вообще не любитель перламутра. Причем, по сути, в любых его проявлениях. Мне не нравятся лаки с перламутром, помады с перламутром. Сильно перламутровые тени я не люблю. Но вот эту помаду посоветовать могу. У нее очень деликатный, благородный такой. Жемчужный скорее даже. А не просто перламутровый. Отцвет. То есть она именно как светоотражающие. Там есть частички. И очень красиво смотрится на губах. Увлажняет хорошо. Приятная вещь. Можно даже... Я просто люблю поверх бальзама наносить, что помады, что блеск. Многие, по крайней мере. А вот эту можно самостоятельно. Она вполне хорошо увлажнит ваши губы. Дальше помада, опять же, и в Сен-Лоран, вот в таком очередном золотом флаконе, но она открывается уже по-другому. Вот так нажатием в крышку у вас вот так вот высовывается оттуда помада. Это помада красивого такого цвета Бордо. Вот такая вот с мелкими блестками. Если наносить ее просто так, она... Это Руш Пуршайн номер 21. Ничего не вижу, видно вам или нет, но номер 21. Если наносить ее самостоятельно, она будет достаточно ярко смотреться на губах. Это будет такой вечерний вариант. Она у меня даже подходит под мою кофту. Я люблю наносить ее по-другому. Мне нравится нанести, взять ее пальцем, набрать немножко и просто вот такими похлопывающими, слегка размазывающими движениями нанести на губу. У меня в частности сейчас губы накрашены ей именно таким методом. Не знаю, там видно будет на видео или нет, цветопередача очень страдает, бывает. Ну, в общем, так она смотрится хорошо и на день. Если просто наносить ее сильно, она, конечно, больше вечерняя. А вот пальцами и сверху бальзам, как у меня сейчас, очень хороший такой дневной вариант. Губы смотрятся очень сочно, но при этом не чересчур. Дальше помада идет Lancome. Вот в таком футляре. Он с двух сторон прозрачный, с двух сторон такой вот серебряный. Вот так. Color Fever Shine номер 302. Она очень вот такого красивого розового нежного цвета. Но когда вы ее нанесете на губы, практически розового цвета на ваших губах не останется. Будут блестки и будет очень хорошее увлажнение. Мне нравится эта помада. Ее можно использовать как блеск плюс бальзам в одном флаконе. Она очень приятная. Держится, конечно, недолго. Съедается моментально. Стоит попить, покушать. То есть приходится подправлять. Но на губах она очень приятна. Хотя в сравнении вот с этой, вот в Saint Laurent, где маленький колбачок, вот с этой розовой, вот это лучше на губах в том плане, что ланкомовская, сильнее чувствуется шиммер. Вот их можно две сравнить. Они, в принципе, даже похожи. Но разные. Вот здесь вот видно, что есть перламутр какой-то, какой-то жемчуг. Вот. Такие вот помады. И еще одна помада. Это моя единственная помада из масс-маркета, которая оказалась у меня достаточно случайной. Мы с подругой планировали, собирались на фотосессию. И нам нужна была красная помада. И так у меня появилась красная помада. Потому что я... Почему масс-маркет? Почему она у меня осталась? Потому что, ну, во-первых, это оказался идеальный красный цвет для меня. Сейчас покажу. А во-вторых, я красной помадой крайне редко пользуюсь. Там раз в пятилетку примерно. Ну, раз в месяц, в два. Поэтому я долго, каждый раз, когда хожу по магазину с косметикой, и смотрю на классический красный Шанель. Но понимаю, что у меня она будет стоять. Потом выброшу. Поэтому, ладно, проще выбросить такую. В общем, это помада... Ой, это, по-моему, Maybelline. Да, это Maybelline. На ней просто нормально ничего не написано. Но вот в таком вот красном футляре, я не знаю, там, может быть, серия идет в футлярах, либо просто красная помада, наверное, серия. Rouge Passion, Passion Red, номер 49. То ли руки у меня дрожат, то ли что, не важно. В общем, идеальный красный цвет. Ложится замечательно. Держится очень хорошо. Губы сушит. Вот единственное, что, привет из масс-маркета, ухода, конечно, в ней нет никакого. Но вот так иногда накраситься для образа нормально можно. В принципе, как я говорю, раз в месяц, а то и раз в два месяца можно один раз ей накраситься, ничего страшного. И блеск для губ, которым я сейчас пользуюсь, это Chanel Rouge Allure Lip Gloss. Это там. Вот такой вот в черном флаконе. Когда я покупала мне, то есть я посмотрела на тесте, на стенде, потестила, мне показалось, ну, мне понравился нам определенный цвет. Я попросила консультанта мне ее дать, достала потом из футляра и подумала, что мне продали тушь. Или что-то другое, потому что блески я в таких, в абсолютно глухих черных футлярах не встречала у Chanel тоже. Ну, просто не обращала внимания, возможно. Вот, цвет у меня 54 Либерте. Ой, вообще не видно. Видно меня только. В общем, 54 номер. Очень люблю этот блеск. Я вот, кстати, да, не делаю никакие сводчи, потому что у меня это делать не получается. Но цвет вот такой. Мне почему-то кажется, что у вас все какое-то голубое. Я точно не такого цвета, как я у вас. Ну да ладно. В общем, цвет очень приятный. Розово-коралловый. На кубах он сохраняет цвет. То есть иногда, даже иногда, очень часто бывает так, что блеск или помада, но чаще блеск очень яркий во флаконе. На губах почти его вообще нет никакого. Вот этот сохраняет свой цвет, свой оттенок. Очень мне нравится. Замечательно держится на губах. Я вообще люблю блески Chanel. У меня до этого был... Сейчас, естественно, уже не вспомню, как он назывался. В общем, не один блеск я уже их измазала. Мне они очень нравятся. Отлично ухаживают за губами. Хочу еще попробовать и в Сен-Лорановские, потому что слышала, у них тоже хорошие. Герлен, знаю, что неплохие, но пробовать сама почему-то себе брать не хочу. Ровно как не хочу и брать помаду и в Сен-Лоран. Rouge Valute, по-моему, они называются, в которых какое-то время были, по-моему, на них все помешаны. В таких круглых банках тоже вот с логотипом так в кольцо по середине, в серединочке баночки, флакона. Цветозамазки такой. Вот этого у меня тоже никогда не было и как-то не хочется. В общем, вот моя небольшая коллекция. Но даже это не коллекция, а просто это вещи первой необходимости, которыми я пользуюсь, создавая определенное настроение, определенный образ, куда-то собираясь. Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете новое, интересное. Я вот была в магазине последний раз, мне понравилась весна Chanel. Там у них есть очень красивые цвета, помад. Блески меня не очень впечатлили, а вот помады есть красивые. Единственное, что я уже неоднократно слышала, что помады Chanel очень сушат губы, поэтому пока в раздумьях. Вот все. Спасибо всем за внимание. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, пишите. Всем спасибо, всем пока.